Всем привет! Сегодня очередной выпуск и мы поговорим о дорогах. И самая главная новость, которая волнует всех автомобилистов, как же проходить техосмотр. И вот МВД прописала обязательные требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО. И туда вошли более 80 требований. Они касаются и рулевого управления, и световых приборов, шин, колес, двигателей, всех систем в общем. И, ну, по мне, это очень много. И вообще, честно говоря, у меня есть сомнения. Нужно ли проходить каждый год ТО? Вот, Дим, как ты считаешь? Как автомобилист? Ну, смотри, я предполагаю это так. То есть, я пошел на ТО, у меня там что-то не работает. На ТО сказали, исправь вот, пожалуйста, вот этот недостаток. Я пошел его исправил, сдал ТО, выехал с сервиса, и через неделю у меня что-то сломалось. И получается, я следующий целый год могу ездить на сломанном автомобиле. Ну, я это логику увижу так, если каждый год проходить. Водитель Оскар пытается завести свой старый автомобиль. Его старой японской машине место на свалке. Оскару приходится очень постараться, чтобы заставить ее ездить. Капот иногда открывается и бьет по лобовому стеклу. Похоже, это часто случается. Водительская дверь уже не закрывается. Я привязываю ее веревкой. Вот так. Так сойдет. Во что превратили машину 20 лет поезда по местным дорогам. То есть, получается, что ТО фиксирует факт нарушения только раз в год. Ну, давай так. ТО же ты проходишь все-таки не для кого-то, не для галочки, а для себя. Чтобы быть уверенным в своем автомобиле. Слушай, а мне кажется, что для галочки. Для себя ты сам сделаешь себе машину, чтобы она отвечала требованиям. Вдруг что-то... То есть, тогда тебе мастер скажет. У тебя в машине ручинчок не работает. А я знаю, у меня не работает. У меня ручинчок тебе работает все время. Как прохожу ТО, сам не понимаю. То есть, это как, получается, поход к стоматологу. Сходил раз в год, проверил, запломбировал и ездил дальше. Предупрежден, значит, вооружен. Да, но здесь есть другая история, что, наверное, нужно приходить все-таки к тому, чтобы менять автопарк. Потому что, если новые автомобили... Да, то три года ты можешь не проходить. А потом, после трех лет, каждые два года. А когда семь лет наступит автомобилю, тогда каждый год. Да, поэтому нужно, наверное, разрабатывать... Может быть, субсидировать, не знаю, населению покупки новых автомобилей. Автомобилей, да? Каждому гражданину по новому автомобилю. Было бы классно, да. Обменять весь парк, и тогда ТО можно проходить раз в три года. Да, у всех будут новые современные машины, подушки безопасности, все системы. Безопасность резко возрастет. Да. Да. Но я знаю, что вот Николай Мельков, эксперт нашего проекта, он категорически с нами не согласен. И он утверждает то, что техосмотр вообще проходить не нужно. Давайте спросим у мнения. Привет, ребята. Смотрите, в Венской конвенции, которую подписал Советский Союз в 68-м году, прописано, что в 39-й статье, что личный автомобиль может не проходить техосмотр. Но страна, участница сама выбирает правила. Поэтому у нас машины все эти годы проходят техосмотр. Но замечательно, что, стоит отметить, техосмотр не несет никакой ответственности. Если вы прошли техосмотр и у вас отказали тормоза, буквально сразу выехали, то тот техцентр, который проводил техосмотр, не несет никакой ответственности. Всегда несет ответственность только сам лично водитель. Потому что это его автомобиль. И получается, для чего вообще нужен этот техосмотр? Только для галочки и для известия средств у автомобилистов. Одно дело проходить техосмотр спецтранспорта или какие-то строительные машины, где там есть много механизмов, это одно. Ну а личный транспорт, я считаю, что совсем не должен проходить техосмотр, потому что, повторюсь, ответственность всегда несет только водитель. На этот раз сломалась подвеска. То есть машина практически потеряла управление. Для ремонта нужна только проволока. Следующая новость. ГИБДД Башкирии озвучили количество ДТП, которые произошли из-за плохого состояния дорожного покрытия. Так вот, более 42% в Башкортостане произошло из-за плохого состояния дорог. Давайте обратимся к цифрам сайта «Карту убитых дорог». Это сайт, на который жители добавляют те участки, которые, по их мнению, нужно ремонтировать в первую очередь. И вот в Башкортостане добавлено таких участков 1320. Это убитые дороги. И вот как вы думаете, сколько из них отремонтировано? Цифра очень маленькая. 150 дорог всего отремонтировано. Ну, сами понимаете, 1300 добавили, 150 отремонтировано. Все остальные дороги получаются в плохом состоянии. То есть, там есть ямы, колея и так далее. То, на что вы как раз и жалуетесь. Поэтому цифра 42% – это ничего удивительного. Получается, что большое количество ДТП происходит из-за плохого состояния дорог. Это уже получается по отношению к предыдущему году. То есть, в 2019 году там было состояние дорог лучше, а в 2020 году… Как-то вот, да, дороги-то, получается, в Башкортостане лучше не становятся. Поговорим о нанотехнологиях. И вот в Москве заработал, написано, что в новости первый лазерный пешеходный переход. Хотя такие лазерные пешеходные переходы даже есть у нас в Пскове. Они у нас называются проекционные. Проекционные, да. Почему тут лазерный? Ну, они, наверное, отличаются тем, что проекционный он проецирует зебру, а лазерный он проецирует такую картинку, на которой написано «остановись». Или там знак какой-нибудь, там пешеход. Понятно, меняющийся. Да, но, честно говоря, эффективность вот этих мер, она, не знаю, мне кажется, вызывает вопросы. Это как какие-то костыли. Да, я считаю, что нужно не всякими там киберпанковскими темами украшать дороги, а делать какие-то ограничения, чтобы машины ограничивали скорость, скорость потока ограничивать. То есть, ретардеры, ну или те же лежачие полицейские, но не такие вот, которые мы едем там и всю машину трясет, а нормальные по ГОСТу, которые там во всю длину автомобиля, чтобы автомобиль плавно проезжал, чтобы никого не трясло. И сбрасывал скорость. Да, ну и вот если мы говорим о этих пешеходных переходах, на которые устанавливают вот эти светодиодные индикаторы, которые проецируют разметку, там знаки и так далее, ну сделайте там хотя бы хорошее освещение, и тогда уже показывайте вот эти нанотехнологии. Потому что нанотехнологии сделали, а пешеход идет, а его не видно. Ну вот где мы подсмотрели, в Эстонии, да, что пешеходный переход подсвечивается в полтора, а то и в два раза ярче, чем в целом вся улица. Да, и пешеходный переход высвечивается. То есть, на машине не нужно все эти лазеры и так далее, просто ты видишь пешехода, который идет по зебре и начинаешь притормаживать. То есть, вот это простые меры, которые уже работают. Мне кажется, ну дешевле, наверное, все-таки будет подсветить очень ярко пешеходный переход и подходы к нему, нежели применять вот эти всякие лазеры, проекции. Ну, хотя, возможно, мы с Димой здесь ошибаемся, поэтому, если есть эксперты в этой области, вот по таким нанотехнологиям, напишите нам в комментариях. Может быть, мы каких-то тонкостей здесь не понимаем, и вы нам объясните. Госдума ввела запрет на высадку из общественного транспорта детей без билетников. Я помню вот эти истории в прошлом году, когда у ребенка не было оплаты за проезд. Кондуктор его высадил, и он там чуть ли не замерзал на улице. Таких случаев было несколько. И, ну, наверное, это правильная новость, нет? Да, там, детям до 16 лет по факту узаконили проезд с Зайцем. То есть, можно без билета приезжать, да? Хоть так. У нас зима, куча снега, в Норильске тем более, и в Норильске жильцов дома предупредили о том, что будет работать грейдер. Однако, ну, как это обычно бывает, все забили на это и оставили машину своих домов. В итоге грейдер приехал, ну, и сами видите, что получилось. Мне кажется, это преступление, наказание в одной картинке. Ну, это нормально, это ненормально, но... Я просто хочу сказать, бедный Норильск, кто там грейдер машину в сугробе сомнет, то вот такая вот получается каталась. Слушай, ну, я вот здесь, знаешь, стану на сторону грейдериста, который вот, знаешь, с таким юмором, наверное, подошел. Не знаю, как это назвать. Креативно, правда. Ну, а надо ждать, наверное, весны теперь, пока все потает. Я тоже встану на сторону тех, кто убирает снег. Просто в Санкт-Петербурге там был прецедент такой, что снегоуборочная техника помяла 6 машин. Скорее всего, там людей тоже предупреждали, что работы ведутся, вот, люди ставят машины, бросают. Вот эти вот грейдеристы просто им уже настолько все достало, они настолько уже озлоблены. Потому что эти на этих гонят, те на тех. Вот, они мстят. Слушай, я это самое, не только про грейдерист скажу, вот, даже во дворе, где я живу, там машины так плотно запаркованы, что машина, которая убирает мусор, ей часто не проехать. То есть, она упирается, ей даже не забрать контейнеры. Ну, в общем, беда с парковкой, вот эти вот, ну, вы сами все знаете. Мы сейчас будем говорить о урбанистике, и мы об этом всегда говорим. В общем, убирайте машины со дворов. Просто, ну, нужно думать не только о себе, но и о других. Следующая новость. Разметку в Оренбурге нанесли зимой в метель. И вот такая новость, как бы вроде и не новость. Это часто происходит, но, как здесь объяснили, да, в Росавтодоре прокомментировали это событие. Они сказали, что это была мера для предотвращения ДТП. Ну, и вынужденная мера. Вынужденная мера. Мне здесь кажется, что все-таки вот согласно нормам, да, если мы будем говорить, то разметка должна быть видна круглогодично. Получается, было нарушение, которое вот пришлось как-то вот... Вовремя они не нанесли разметку и выкручивались как могли. Работа не была проведена тогда, когда она должна была быть сделана. Поэтому приходится вот выкручиваться и вот делать как попало, да. В любом случае, раз разметка не продержалась, даже если, пускай даже если они нанесли ее согласно, ну, там, вовремя, но разметка-то не продержалась, стерлась, значит, разметка была некачественная. Ну, может быть и так. Ну, в общем, я не знаю, считать ли это геройством или нет, хотя вот говорят, что дорожникам надо сказать спасибо. Ну, то есть... Ну, за безопасность, скажем, спасибо. Как бы за безопасность вроде постарались, да. Ну, а с другой стороны, ну, это же брак. Бракоделия, да. Как обычно. Как осталось? Я даже не знаю, как это комментировать. Ну, наверное, напишите нам, опять же, в комментариях. Вот смотрите, можно наносить разметку зимой или нельзя? Или пускай уже без разметки все стоит. Это вот все равно, что про ямочный ремонт, опять же, идти. Образовалась яма зимой, вот что с ней делать? А некоторые, вот, опять же, в таких северных регионах, типа Норильска, да, бывает, просто водой зальют туда, щебни накидают, она замерзнет, и все зимой стоит. Можно делать такие заплатки или нет на дорогах? Или лучше пускай яма будет. Вот что делать? Работа кипит без отрыва от производства. Новость камеры, которые фиксируют... Выписывают штрафы. Камеры фото-видео фиксации. Они принесли 145 миллионов постановлений. В 2020 году. В 2020 году. В год пандемии, когда все должны были дома сидеть. На 20% больше, чем в 2019. Еще больше стало штрафом, да? Еще больше. Слушайте, здесь интересная новость в том, что получается, что 145 миллионов – это фактов нарушений было зафиксировано. То есть, 145 случаев россияне, и получается, нарушили. 145 миллионов граждан наплевали на правила дорожного движения. Из этих 145 миллионов – 124 миллиона – это превышение скорости. Да, за превышение скорости выписывали больше всего штрафов. И, кстати, по статистике на 20% этих постановлений больше, чем в прошлом году. Ну, в 2019. В 2019 году, да. Это печально. Это печально, потому что мы можем вспомнить, опять же, превышение скорости, когда в Пиарну наш россиянин поехал, да? Покатался сколько он там? Почти 200 километров в час разогнался. И был удивлен, что, ой, оказывается, в Эстонии нельзя столько так быстро ездить, да? А я в России все время так езжу. Ну, в общем, да. Скорость, на самом деле, это та проблема, о которой мы постоянно говорим. И скоростной поток необходимо снижать, особенно в городах. И тогда и не понадобится выстраивать вот такие костыли в виде нанотехнологий, которые проецируют там зебры и так далее. Просто когда автомобили будут не спеша ехать, пешеходы будут тогда пропускать. Но это не точно. И следующая новость, которую наш оператор Олежа сказал, надо выкинуть, потому что что в этом вообще такого? Это не новость, это вообще какая-то ерунда. Это как будто взял, посморкался или еще что-то. То есть, это обычный жест человека, который делает что-то каждый день. Так вот, гаишник вышел из машины и протер... Ну, в пробке стояли две машины. Гаишник вышел, увидел, что багажник передистоящей машины весь в снегу. Он протер номер и протер задние габариты. Вот. Я, конечно, понимаю, новости тут особо и нет. Но, с другой стороны, такой жест, он как бы говорит о том, что... Не знаю, общество становится лучше. Гаишники не только наказывают, а могут выписать штраф. Смотрите, номер не читается. Давай-ка я ему выпишу штраф. Это штраф. А, скажи. 500 рублей, я вам сказал. Сейчас 500 рублей заперем. Конечно. Я тебя понимаю, а как без этого? Нарушил, нарушил. Нет, он взял и помог протер номер. Мне кажется, это хорошая новость. Так как это, есть наказание, а есть предупреждение. И вот он ни то, ни другое. Он просто сделал дело. Есть там, правда, под этим видео пару комментариев, где написали, да вы ничего не понимаете, он просто протер, чтобы штраф выписать. Он же номер не видит. Поэтому, да. Я верю в светлое и хорошее, поэтому мне кажется, что гаишник все-таки поступил по-человечески, и он предотвратил возникновение ДТП. Почистил машину. Стоп-сигналы, да? Да, стоп-сигнал. Ну, это, мне кажется, хороший пример. Делайте так дальше, господа инспекторы. Спасибо. А, вот, опять про ГИБДД. Вот, гаишники из Ямал-Ненецкого автономного округа ищут информаторов и обещают им заплатить 4 тысячи рублей, если те скажут, кто ездит в пьяном виде по дорогам. То есть, это, ну, я так понял, что это депутаты местного их собрания, да? Местный закон. Местный закон придумали и организовали таких дружинников, которые ходят по улицам и, а, смотри, он пьяный едет. Все, записали номер. Сейчас 4 косаря упадет на счет. В общем, там, да, там будут приплачивать организациям, которые, ну, дружинникам. Вот, дружинники будут ходить и сообщать. И будут вознаграждать в размере 4 тысячи рублей. Слушайте, не знаю, моя жизненная позиция, я вот, я так и не определился, хорошо это или плохо. Вот, не знаю, хорошо ходить по улицам и вот искать таких правонарушителей. Хорошо своего соседа вот так вот взять. А, ах ты, все, 4 тысячи рублей, по-моему, спереди на счет. Я считаю, что правосознание людей возрастет. Они будут знать, что каждый может друг на дружку настучать, и все будут вот... То есть, думаешь, общество от этого станет лучше? Лучше. Лучше. Я помню такую историю, когда еще в далекое свое студенчество нас возили в Финляндию, и мы попали на экзамен в один из вузов. Мы сидели на задних рядах, просто наблюдали, как проходит экзамен. И вот была такая история, все пишут, пишут, и вдруг один студент встает, подходит к преподавателю и что-то ему говорит, садится на место. И нам потом объяснили, что это, оказывается, он встал и заложил своего друга, с которого вместе экзамен сдают, что тот списывал. Я тогда вообще был в шоке. То есть, у нас за такое, ну, я не знаю. Ты что вообще, как это по-человечески? У них там конкуренция. Ну, как так-то? Вот. Ну, вот, походу, мы к этому обществу и приходим. Ну, не знаю. Дима говорит, что это по-европейски, и так надо, и это хорошо. А я вот, есть у меня сомнения, что не наше это. Например, ты выходишь с утра, кто-то ударил себе на твою машину. Так. А кто-то видел, например, должен ли он тебе говорить, что его сосед ударил твою машину. А я готов денег заплатить за информацию. То есть, ты все-таки будешь поддерживать. Ну, это моя личная позиция, да. Нет, это моя машина. Свою машину, конечно, я буду отстаивать. А тут государство готово платить деньги для того, чтобы общество было целее. Видишь, тут и личное, и общественное. Вот это вот такие взаимосвязи очень сложные. Ну, ладно, у меня тоже во дворе был случай недавно. Я ложился спать, выглянул в окно, и там какие-то два пьяненьких парня бегали по машинам. Прям по крышам. Прям по крышам. По капоту, по крышам. Ну, мой микроавтобус высокий, и на него не забрались. Ну, ладно, там лековушка стояла, по ней пробежались. Я это все видел. У нас есть группа в нашем многоквартирном районе. Вот. Но там никто об этом... То есть, видимо, владелец не заметил, чтобы его машины пробежали. Ну, может, там снежком прикурошило, да. Заметь как. Вот, как бы. Но если бы он написал, я бы отреагировал. Но так я, конечно, инициативу не проявил. Ты еще не доевропеец. Да. Расту. Да. А европеец бы сразу заложил, и эту банковскую карточку счет. Пожалуйста, 4 косаря мне пришлите. Ну, в общем, слушайте, напишите нам в комментариях, нормальная эта тема или ненормальная. И правильно ли за такую информацию получать деньги. А я, кстати, знаю, что Максим наш, он бы уже миллионером стал. Столько штрафов выписывает. Это просто капец. Он просто за красивые глаза это все делает. Может, пускай Максим прокомментирует? Слушайте, а давайте Максима и спросим. Он, я знаю, что ежедневно любит выписывать штрафы многим автомобилистам. В надежде, что ему многое... Да, Олег, только, пожалуйста, его лицо вот пикселями так закрой, пожалуйста, а то мы и Максима еще не успели застраховать. Да, я считаю правильным штрафовать тех водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения и поступают вот таким плохим способом, когда паркуются перед пешеходным переходом на перекрестке. Тем самым подвергают опасности пешеходов и создают помехи для других водителей для поворота. И, соответственно, на таких водителей нужно сообщать и привлекать их к ответственности, чтобы они так не поступали и уважали других участников дорожного движения. Да, и остались у нас две новости, которые вы все любите. Это вот эти все ваши велосипеды. Да, велосипеды зимой. Я всегда люблю потроллить Максима. Он всегда ездит на велосипеде и говорит, что велосипеды это круто, это урбанистика и так далее. Вот сейчас, когда снежком присыпало дороги, я его всегда... Когда он на работу приезжает, я спрашиваю, ну как на велосипеде сегодня? Нет. Нет, не на велосипеде. Но мы приходим к тому, что, смотри, вот житель Ярославля, например, не расстается со своим велосипедом даже минус 20. Да. Да, ездит и говорит, что это очень круто. Есть даже акция такая на работу на велосипеде, и вот он ездит на велосипеде. Я, на самом деле, его в этом смысле поддерживаю. То есть, это здоровый образ жизни и все такое. И он переживает, что нет должной инфраструктуры в Ярославле, потому что, например, в Питере и в Москве даже есть такие точки... Энерготочки. Энерготочки, где, в общем, можно горячего чая попить там, с велосипедом что-то случилось, там, чуть подремонтировать. Перехватить пирожок на бегу. Да. Это очень круто, когда вот такая инфраструктура есть. И если бы она появилась в наших городах, то, ну, может быть, я даже попробовал на велосипеде проехаться. Симой, правда, не уверен, но... Нет, потому что я думаю, Ярославль-то покрупнее нашего города. Покрупнее. Покрупнее. И там этого нет. И там этого нет. Представляете, как в других городах. Да. Но где этого нет. Ну, а то, что велосипеды круто, мы закончим последние новости. В Великобритании 80-летнему доставщику газет подарили велосипед. Он вообще думал уже на пенсию ходить. Сказал, что все, мне все надоело, пойду на пенсию. Мы подарили электровелосипед. Он сел на него, прокатился и сказал, что да ладно, я еще, слушайте, поработал. Такая клевая штука. А, кстати, я вспомнил, мы когда были в Осло, да, в Норвегии, там вот эта гора такая, ребята на своих велосипедах быстренько забрались на гору, а я со своими коряевыми ножками, пока крутил педальки, на середине горы уже и сдох. Нет, в горном городе на велике это только электровелик. Слез с велосипеда, шел пешком, и тут бабулька такая местная, Норвежка, шпарит на этом велосипеде электро, обогнала меня, едет в гору. Я думал, блин, какая крутая тема. Вот мне бы тогда электровелосипед, я бы, ой, как я, ого-го-го. Так что, да, электровелосипеды – это круто. Может, и папского бы зимой ездил, да? Слушай, не знаю, мне тут уже на день рождения обещали Делориан, так что… Что, правда? Да, да, в прошлых выпусках. Так что, я жду Делориан. Она же левитирует. Нет, там электровыпустят. Да, будут выпускать электроделориан. Да, все. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Увидимся на следующей неделе. Присылайте нам новости, ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на наш канал, смотрите нас, улыбайтесь. Хороших вам дорог и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!